Давайте с вами начнем. Итак, Илья, руководитель студии Gameification Now, о самом главном в геймификации. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за вводную лекцию, было очень интересно. Мне кажется, главный вопрос, который должен после этого остаться, а что же делать и сработает ли? Потому что очень много есть разных стимулов, механик и так далее. Можно их всех в такой безумный коктейль замешать, но вот дальше вопрос, и что? Как-то страшно становится. Я попробую ответить именно на этот вопрос, немножко прояснить, а как же понять, что мы сделали, или что нам делать, и вообще как к этому подступиться, еще до того, как мы откроем огромный список игровых механик. Немножко обо мне. Меня зовут Крылев Илья, я 8 лет работал в игровой индустрии, и, собственно, оттуда и черпаю разные знания об играх и о геймификации. Я это начал делать еще до того, как вышел курс на Курсере, до того, как Юг Кайчев написал свою книгу. Поэтому мы, конечно, в чем-то не сходимся, поэтому не обессудьте. Вот уже 5 лет занимаюсь геймификацией в самых разных сферах, не только в обучении совершенно, но где-то 40 проектов сделал. Вот это вот мои игрушки. Едва ли что-то вы в это играли, очень серьезно все выглядят. Кажется, вы не играете в игры. Это мои заказчики по геймификации. Тоже не буду подробно останавливаться, времени нет. Самые, наверное, знакомые всем, это LingvaLeo, где я работал целый год, руководил командой. И очень много интересного там научился. Итак, что же самое главное в геймификации? Вот на этот вопрос я сегодня попытаюсь ответить. И, может быть, вы сами поймете еще до того, как я дойду до этого. Ко мне приходят клиенты и говорят разные странные довольно вещи с моей точки зрения. Например, они говорят, у нас есть проект, куда бы нам тут строить геймификацию? Ну, типа, покажи, покажи пальцем. Или говорят, что мы уже сделали, или делаем портал с бейджиками, рейтингами, виртуальными наградами, но нужна помощь специалиста. Я себя чувствую в какой-то удивительной коробке, где все уже есть. Вот на рейтинг, а теперь его сделай, чтобы это работало. Вот они на самом деле что говорят. Хотя очень часто приходят с какими-то собственными решениями. Ну, или вообще уже раздают какие-то монетки. Или говорят, у нас раньше была виртуальная валюта, мы ее обменяли на реальные деньги, а сейчас бюджеты кончились. Давайте как-то нематериальную мотивацию можно из этого сделать. У нас уже всем разданы эти монетки. Мне в тот момент кажется, что они не очень вообще понимают, что они хотят. Да, все это есть, это куча игрушек, с которыми можно играть. Но на самом деле, чего они хотят добиться? Спрашиваю про цели. Говорят, ну, цели, конечно, повышение продаж, мотивация, лояльность, все такое. Тут тоже совершенно невозможно подобраться никак. Вот есть эти игрушки, а что на самом деле происходит, непонятно. Я для себя придумал такой вопрос. Я себя спрашиваю, а в какую игру сотрудники играют? Что там на самом деле происходит? Потому что в основе каждой гамификации, ну, с моей точки зрения, игродела, лежит какой-то простой игровой жанр. Это редко применяется, ну, как бы я не видел книг на эту тему. Но мне кажется, сравнить нашу гамификацию с игрой намного проще, чем замешивать коктейли из этих игровых механик, которые все-таки сотни. На примерах, например, ваши продавцы на перегонки бегают, кто больше продаст. Но это очевидные гонки. Или сотрудники разбивают навыки, строят карьеру. Это или стратегия, выстраивание своей стратегии. Или это ролевая игра, как раз развитие своих навыков. Или это обучение менеджеров на тренажере. Ну, скорее всего, симулятор. Но это, правда, не совсем гамификация. Это будет туда к деловым играм и так далее. Если ученики тренируются на кейс, это что-то вроде приключений. То есть выполнение заданий, какие-то цели, близкие, дальние, одно за другим и так далее. Посмотрим на примерах. Это гамификация в компании SET. Ну, совершенно явные гонки, результат рейтинг. Более того, там написано, что главный приз это Skoda Rapid. То есть автомобиль получит в итоге. Продавцы должны заходить, регистрировать свои продажи. И вот кто выше. Подробнее еще к этому вернусь. Пока просто примеры. Ролевая игра. Это проект Silicon Quest, в котором я участвовал уже давным-давно. Это развитие компетенции программиста. Когда каждый пользователь начинает как бы из середины и может развиваться в разные стороны. В клиентские, в поддержку, в серверные технологии. Выполняет, соответственно, задание. То есть он говорит, куда я хочу, выбирает следующий шаг. Вот в этом большом дереве умений. Это очень похоже на дерево умений из игр. Или классический пример приключений. Это обучающие задания, обучающие квесты. В данном случае это Lingva Leo. Более того, все даже выглядит буквально как в играх. Вот у нас есть какое-то название, из которого и так все понятно. Серенький текст, которого никто не читает. Кнопка приступить. И какая-то награда. Совершенно все как в играх. Все пока очень просто. Итак, мой тезис в том, что жанр гамификации, во-первых, определяется целью, что вы хотите добиться, но не бизнес-показателем, а что вы хотите, чтобы начали делать ваши сотрудники. Что должно измениться в этой системе. И жанр отвечает за целостность концепции. Потому что совсем не все игровые механики между собой совместимы, не все вообще могут быть поняты, как это и приняты. А вам же это еще надо как-то к реальности адаптировать. А когда мы берем за основу жанр, мы понимаем, что в этом жанре обычно применяется, а что обычно не применяется. Буквально по опыту из игр. Важное замечание. В бейджике рейтинг есть достижение, это не жанр. Нет игры, игра в бейджике. Это все всегда очень вторичные, второстепенные механики, которые где-то есть. Во многих играх на самом деле есть. Но почти нигде не является основной мотивацией. Всегда есть какой-то игровой процесс, какой-то геймплей. Поэтому я очень не люблю, когда все бейджики уже сделали и говорят, давайте теперь, чтобы эти бейджики еще всех мотивировали. Так, к сожалению, не бывает. Я очень мало встречал, когда вот такие второстепенные игровые механики что-либо меняли бы. Хотя их можно всем раздавать и считается, что все играют. Вот они все вовлеклись, у всех бейджики есть. Если посмотреть, 100% вовлечение, представляете? Это редко так даже бывает. Только некоторые не знают, что они на самом деле участвуют в геймификации. Итак, когда же геймификация перестает работать? Должны быть какие-то и обратные примеры, не очень хорошие. Ну, например, тогда, когда мы заставляем конкурировать тех, кто должен сотрудничать. Вот у нас есть какая-то команда, а мы их возьмем в рейтинг, запишем. Ну, тогда нельзя же соседу помогать. Он продвинется за счет тебя вверх. Поэтому надо как-то вот к себе. И в лучшем случае, конечно, просто будет саботаж. А в худшем случае они начнут конкурировать тогда, когда, в общем-то, мы не собирались этого делать. Или более общий случай, это когда мы геймификацию отвлекаем от каких-то важных вопросов. Ну, вот, проиллюстрирую я это примером провала геймификации в Lingue Leo. Как-то раз, когда я там еще работал, к нам пришла компания, сказала, давайте мы ваших сотрудников геймифицируем. У вас такой классный проект, а сотрудники, ну, как-то вот в джире там задачи получают и все. Не очень интересно, давайте что-нибудь сделаем. Говорю, окей, давайте как. Говорят, ну вот, они будут друг другу там лайкать, друг другу давать всякие очки. Эти очки можно на виртуальные подарки обменивать. Ну, звучит логично. Я тогда совершенно не занимался геймификацией сотрудников, я про сервисы думал. Пришли к разработчикам, к команде собрали, рассказали. Те взбунтовались, говорят, да вы что, это вот так вот, знаете, мы будем получать обратную связь, как мы хорошо работаем. Да наша настоящая цель, это счастье пользователей. Мы отзывы постоянно читаем, мы смотрим на бизнес-метрики, там были все открыты финансовые показатели. Вот что нас на самом деле мотивирует. А ваши виртуальные призы вообще куда-нибудь уберите подальше. Так геймификация в лингвалео и не появилась. Все работали посерьезно, она была только… Вот очень яркий пример, да, когда то, что на самом деле… Геймификация была не то, что нужно сотрудникам. Сотрудники играли немножко в другую игру. Очевидно, здесь бы подошла какая-то стратегическая игра про достижение целей компании, про улучшение, где люди могли бы брать ответственность. Говорят, что я вот отвечаю за этот раздел, я буду читать все отзывы, буду собирать и так далее. То есть геймификация применима. Просто геймификация не заключалась в мотивации разработчиков с помощью каких-то виртуальных подарков. Это все как бы неправильный жанр подобрали. Так все-таки что самое главное? Это, конечно, лично мое мнение, коллеги могут не согласиться. На мой взгляд, самое главное понять, в какую игру ваши пользователи, ваши сотрудники играть хотят. Или даже так, во что они уже играют без вас. Например, программисты, они уже могут как-то друг другу помогать или развиваться, изучать новые технологии. А ваши продавцы уже между собой конкурируют как-то. Так вот, геймификация, она позволяет задать, четко описать правила, по которым пользователи будут взаимодействовать, как они будут конкурировать или как они будут играть. И дальше сделают эту игру официальной. Вот давайте посмотрим на примерах. Вот те же гонки эсета. Ну, по сути, это официальные соревнования продавцов эсета. В чем здесь есть нюанс? Когда это хорошо, когда это плохо. Иногда, наверное, это будет нормально работать. Но если внимательно посмотреть, то до завершения, ну здесь не видно, до завершения конкурса еще довольно долго, а победитель-то уже виден. Вот у него. У него 6700 баллов, а буквально на 10 мест ниже уже меньше тысячи. То есть люди, приходя, будут понимать, ну и что, я буду там, кто-то в центре Москвы продает эти антивирусы направо и налево, а я, видите ли, буду с ним конкурировать. То есть рейтинг – вещь опасная и очень непростая. Зачастую она мотивирует очень сильно на короткое время небольшую группу людей. Если в вашей компании все продажи делаются несколькими лидерами в горячий сезон, там за месяц, за два, тогда нормально. Мы всех загоняем. Первые трое борются изо всех сил между собой и делают основные продажи. А остальных хоть можно уволить, потому что, как мы видим, там такое идет падение дальше результатов. Если вы понимаете, что ваша игра должна быть не для трех главных людей, а как-то, чтобы все понемножку продавали, тогда это уже, ну мы их как минимум отвлекаем, а может быть и демотивируем. То есть также, если у нас есть серьезный инструмент мотивации, он же инструмент демотивации. Посмотрим дальше. Вот это вот Silicon Quest, ролевая игра. Ну, по сути, это наглядное развитие программистов и четкие карьерные выборы. То есть наш программист пальцем показывает, куда. Я вот сюда теперь пойду. Вот это вот моя ветка развития. Все видите, что я именно туда пошел. Там мои руководители видите и так далее. То есть мы опять сделали то, что и так происходит в жизни. Все равно все программисты принимают такое решение. Сделали официальным. Вот он теперь пальцем указывает, куда он пошел. Lingua Leo, да, вот эти вот приключения, это путешествие по джунглям английского языка. Именно эту метафору и пытались создатели очень долго показать, что английский язык — это не набор заданий, это не какие-то уроки, это не практика. Это джунгли, где можно путешествовать и какие-то веселые простые полянки находить, а находить какие-то заболомные чащи. Там Стивена Фрайя я до сих пор читать не могу. Просто я не могу его понять по-английски. По-русски очень нравится. Вот в эту чащу я еще не заглядывал. И никакие уроки совершенно рядом и не относятся к тому, как я изучаю английский язык. Вот еще один пример из того, что я раньше не показывал. Это головоломка по технике безопасности. То есть надо в этой игре расставить, где будут датчики выхода, а потом нажать кнопочку «Пожар» и видеть, как люди спасаются или не спасаются из здания. Если они видят дорожку, видят, где вот эти указатели, тогда они спасаются. Если нет, то нет. Можно увидеть, скольких мы потеряли. Это игра, в общем-то, для всех. И это не совсем гимификация. Это все-таки такая игра, как тренажер. Но здесь каждый пользователь может задать себе вопрос, какой же шанс спастись мне. А знаю ли, где вообще висят у меня-то эти зеленые. Там надо за минуту выйти, пройти от одного к другому и выйти из здания. Вот у вас тут довольно запутанно, я вам скажу. Так что смотрите. Пойдем дальше. Вот это пример из BITX24, где я тоже помогал. Здесь не удается подобрать жанр, потому что игра просто… Вот эта гимификация исказилась на этапе разработки. Но я такой придумал метафору как прозрачность. Потому что твоя активность, твоя увлеченность видна всем и всегда. Вот это то, с чем добивается вот этот пульс компании, этот сервис. Итак, как там со временем? Еще можно что-нибудь? Одна минута. Хорошо, одна минута. Ну тогда еще один примерчик. Собственно, наших коллег из геймтрека. Тут тоже гонки совершенно явные. Вот мы эти гонки видим. Но есть нюанс. Это не совсем рейтинг. Здесь на вот этой полоске мы видим, за счет чего… То есть можно подвести мышку и увидеть, за счет чего получены эти очки. То есть мы видим, как наши конкурирующие команды или конкурирующие сотрудники, за счет чего они вырываются вперед. Вот это, мне кажется, самое важное. После этого конкуренция начинает работать, потому что я могу за другими подсмотреть и самому начать делать ровно это же. Понятно, что все делают свою работу, но есть какие-то дополнительные активности. Выступать на конференциях, читать книги. Это все идет в зачет, это все видно на графике. И так они могут обмениваться, как бы напрямую не разговаривая, могут обмениваться. Но, наверное, я буду завершать. Тут еще есть пару примеров. Вот это все, что я хотел сказать. Может быть, есть вопросы или заходите ко мне на сайт.